Да, точно. Трагедия. Мазаль. Эй, уважаемый, оплатить кто будет? Дядя? Эй, уважаемый, оплатить кто будет? Эй, не приставай к его сядельству. Куда отвезти, ясно, вельможного пана? Прошу, прошу, прошу. Ну, пошла! Прошу, прошу, прошу. Прошу, 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 прошу. Прошу, прошу, прошу. Господин сержант, человек без документов к тому же говорит, что имени своего не помнит. Да, стало быть, ничего о себе не знаете. Любопытный субъект. Собчик, обыщи его. Кто вы все-таки такой? Имя? Фамилия? Вы что, оглохли? Нет, господин сержант. И, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я не сделал ничего плохого. Не увиливайте от ответа. А что говорить? Не знаю я своего имени. Может, его и не было у меня. Наверное, это неправдоподобно звучит, но я не обманываю. Интересно. Так что же, у вас никогда не было документов? Никогда. А как в таком случае вас принимали на работу? Ну, в городах, конечно, требовали документы. Без них не брали никуда. А в деревнях никто не интересовался. Здесь каждый может зваться, как ему нравится. Меня, например, все звали Юзов Борода. Отпустите, пан сержант. Я не убийца, не вор. У вас есть судимости? Да, две. Где? Когда? Три года назад в Соколе меня посадили на месяц. И недавно я отсидел две недели. За что? За бродяжничество. Но это несправедливо. Если человек ищет работу, так он бродяга. Только потому, что у него нет бумаг. Отпустите меня, господин сержант. Я смирный, зла никому не делаю. Отпустить, говорите? К сожалению, это невозможно. Сейчас отправим вас в управу. И пусть они там решают, как с вами поступить. Эх, Борода, это же непреложная истина. Есть документ, есть человек. Нет документа, нет человека. Но, думаете, а мало их упрашивал? И в суде, и в полиции. Чтоб они, ну, хоть какую-нибудь бумагу выписали. Так нет. Говорят, нету такого закона. Ну, что тут поделаешь? Пойди разберись, кто вы там такие на самом деле. Порядок есть порядок. Как же иначе? Верно, пан Кундейко? Да, да. Святая правда. Человек только родится, я уже бумагу заложу. Умирает, тоже сразу отмечаю. Тут у меня вся округа. Все до одного на учете. Убери сейчас же, тоже нашел место. Извините. Уведите арестованного. Антоник Френтишек. Спасибо. Спасибо. Антоник, спасибо. 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 Уважаемые господа. Мы собрались здесь, чтобы почтить память нашего выдающегося ученого, светила польской науки, профессора Рафала Вильчера. Все эти годы нас не оставляла надежда на его возвращение. Но, увы, тайна его неожиданного исчезновения по сей день покрыта мраком неизвестности. Я по мере своих возможностей старался быть достойным его славы, не уронить честь его клиники. И сегодня, называя эту клинику его именем и открывая ему памятник, мы тем самым приносим дань уважения прекраснейшему человеку, мудрому учителю, выдающемуся ученому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Воды у нас хватает. Вон за дверь и ведро. Бери, пей. Причесть позволишь? Место не жалко. Присаживайся. Ну, откуда путь держишь? Издалека. Хожу, работу ищу. Пристроился тут у кузнеца в Мицкунах. Да, за парк у него кончилось. Вот я и ушел. У Мицкуна? Да. Знаю я ихнюю кузнеца. С кривым глазом который. Тот самый. А ты, скрак ревел, гадолага. Так значит, ты тоже кузнец? Ну, кузнец, не кузнец. Я много чего умею. И что интересно? Да так. Пятнадцать лет хожу подрабатываю. Вот и научился. Всего понемножку. В Мицкунах мне сказали, что у вас работника в армию забрали. Что правда, то правда. Жатва на носу. На мельнице дело не в проворот. Вот я и подумал, не грех зайти и поинтересоваться. Хоть бы воскресный день отдохнуть от этого шума. Ну, ты сам посуди. Как я могу чужого человека в дом впустить? Не хочешь, не надо. Я не напрашиваюсь. И правильно делаешь. Ты на меня не обижайся. Я тебя вижу в первый раз. Как тут разберешь? Может ты и добрый человек. Камни за пазухой не держишь. А ведь может быть и злой. Не имя.